работа на макеваре связано с интенсивнейшими нагрузками как на ударные структуры так и на весь опорно-двигательный аппарат в целом в наше время когда многие адепты боевых искусств озабочены тем как с помощью еще каких-нибудь стимуляторов естественных или искусственных увеличить результативность тренинга все чаще приходится сталкиваться с вопросами относительно того чтоб такое съесть для ускорения процессов перестройки и компенсаторной и гипертрофии структур подвергающихся нагрузкам при ударной подготовке я сразу предупреждаю что даже не стану рассматривать всякого рода химию это прерогативы других специалистов а такого рода препараты могут принимать профессиональные спортсмены в период реабилитации после травм или в период подготовки к совершению чудес в виде умопомрачительных рекордов если цель оправдывает средства то возможно она и стоит того однако необходимо помнить что если где-то очень быстро прибыло то где-то очень резко и убыло и это не может остаться без последствий на самом деле если нет проблем с обменом веществ то и не стоит изощренно экспериментировать с качественным составом продуктов просто нужно в достаточном количестве и разнообразно питаться в рационе должны присутствовать продукты содержащие калий кальций магний фосфор коллаген и эластин поэтому очень желательны молочные и кисломолочные продукты рыба мясо и морепродукты одни только растительные продукты не могут обеспечить достаточность всех необходимых компонентов исторически сложилось так что человек это не корова и он не может и синтезировать все строительные компоненты и обеспечить высокую энергетику для мощной работы какой является тренинг боевых искусствах из одной только воды и травы вот и все это основное справедливости ради стоит отметить что существуют и другие способы ввести в организм большее количество минеральных веществ кальция калия фосфора и так далее от употребления яичной скорлупы и мела до самой современной высоко очищенной и безобидной химии виде минеральных комплексов это имеет право на жизнь в тех случаях когда по ряду причин невозможно обеспечить нормальное питание так об одном интересном методе уже довольно давно рассказал мне мой учитель профессор илья йорга 10 дан а тому в свою очередь рассказал его учитель а сам метод заключается в следующем нужно взять скорлупу сваренного яйца снять с ее внутренней стороны пленку скорлупу истолочь в порошок и залить это все свежевыжатым лимонным соком через 15 минут можно употреблять внутрь то что получилось ну предварительно конечно это все взболтав лично я сам неоднократно использовал этот метод но исключительно только в периоды реабилитации после травм в общем то этот метод весьма неплохой кстати сказать он не является какой-то исключительной тайной старых мастеров еще времена советского союза учеными медиками была доказана его высокая эффективность при лечении оскольчатых переломов костей для быстрейших восстановления и компенсаторной гипертрофии соединительно тканных элементов связок сухожилий и суставов очень хорошо подходят студни зельцы холодцы различные бульоны на костях а также выварки из хрящей и сухожилий крупного рогатого скота то есть все то что содержит коллаген и эластин а также существуют и специальные продукты из разряда спортивного питания это различного рода батончики и постилки с высоким содержанием коллагена метод укрепления всех структур опорно-двигательного аппарата направлены на компенсаторную гипертрофию а не на посттравматическую гипертрофию ведет к медленным и постепенным зато физиологическим изменениям поэтому какой-то мощной стимуляции в питании и добавках а как при наращивании например мышечной массы не требуется это естественный рост нормальных тканей все необходимые стимуляторы и структурные компоненты требуются в небольших количествах введенных в больших дозах они в лучшем случае не усвоятся а в худшем вызовут нежелательные реакции или изменения нужно помнить что мягкий растет быстро а твердая ну например кости очень медленно ускорение естественных медленных процессов ведет к образованию более мягких и рыхлых или недолговечных тканевых суррогатов с неполноценными свойствами и совсем другой вопрос когда речь заходит о быстрейшем выздоровлении после полученных травм в этом случае оправдано и необходимо использование специальных препаратов но это уже предмет для личного общения с доктором то есть серьезные медикаментозные лечения для каждого пациента всегда индивидуально и подбирается врачом с кингапином с кингапином пыль динс Продолжение следует...